МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сене выники работы господарчего сектору разглядели на посаджении Гарвы Конкама. Боская литургия с сурдоперокладом отбылась сене у Гомели. Сборная Беларуси по выниках первого гульнявого дня узначаливая турнирную таблицу Кубка Дружбы. А зараз об этом и иншим больше подробязна. У мыток скорочения финансовых затрат у Гомели плануется провести оптимизацию маршрута у громадского транспорта, а так само переглядеть систему затрат на жилево-коммунальные послуги. Такая пропанова прогучала подчас сегодняшнего посаджения городского выканавчего комитета. Экономика областного центра у личбах и прикладах у материаля Олега Синцерова. Экономику Гомеля нельзя назвать идеальной, але и неких невыражальных проблем тут так само нема. Была и самая актуальная для комитетчан-показчика зарплата. У вершни она перевысила 700 рублев. Разом с тем, это середняя зарплата. У некоторых организациях у вершни работники отрымали по 250 рублев. Это всего на 10 рублев больше официально установленной минимальной зарплаты. Основная причина – неэффективная работа, что створяет и еще одну проблему – запозраченность у городский бюджет. Завод металлоконструкции, например, мая долги у 130 тысяч рублев. Выдавнейший монтажный трест номер 27 – свыж 100. Хоть не за все до ситуации задержать только от самих субъектов господарения. Экспорт послуг, например, не выконан на крыку больше, чем на 1%. И этот процент – следствие изменения ситуации на зусветных рынках. Частное предприятие, которое работало на российском рынке по экспорту продукции белорусского металлургического завода. И вот с учетом того, что объемы упали на металлургическом заводе, соответственно, и сказалось на показателях по городу. Но вместе с тем могу сказать, что в текущем году существенно нарастили экспорт автотранспортные предприятия и в Российскую Федерацию, в Казахстан, в дальние зарубежья. Еще одна проблемная сфера – товарооборот, громадское харчевание. В сравнении с минулым годом он снизился больше на 6%. Угомским горбоконками перекананы. Причина не только у снижения покупницкой издольности населенства, низкая якость обслугования и неякостное, а ли при этом дорогое харчевание. Пытания, над такими необходимо працавать. И еще одна задача для городской экономики – оптимизация затрат. С початка года социальная сфера профинансована на 80%, что она вот больше, чем плановалась. Разом с ним, это не выключая необходимости заработать на бюджетной деятельности, и находить внутренние резервы по якости прикладу транспортная глина. Стоимость проезда остается неизменная. В то же время мы хотели бы, чтобы сумма возмещения из бюджета была меньше. Соответственно, им доводятся планы по снижению затрат. Это рациональное использование материальными ресурсами, естественно, регулирование заработной платы, оптимизация численности. Ну и, с другой стороны, это оптимизация маршрутов. То есть, чтобы не нарушались социальные стандарты по перевозкам, в то же время надо рассматривать, где какие маршруты не догружены. Подведение вынеку работы за 9 месяцев, максимум субачить проблемные моменты и удокладнить шляхи в управлении ситуацией. Драматизовать ситуацию у Гомска-Гарлуганка не схильная. Урешки, кажут, для выконания годового задания еще есть час. Практика показывает, что в целом все зависит, в первую очередь, от руководства предприятия, от коллективов. Поэтому мы нацеливаем руководителей о том, что завершение года нужно все-таки подтянуть с тем, чтобы достойно завершить год и выполнить все обязательства. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Мясовые улады допомогут грамадянам знайсти отказы на хвалюючие пытанни. 5 листопада протягнуть свою работу промыя телефонной линии. У субботу же хары региона змогут звернуться с пытаннями до намесника старшини гомельского Аблова-Канкама Олега Михайловича Пачинка. Звонки приймаются по номеру телефона у Гомелі 75-12-37 с 9-1 ранницы до 12. У гэта щас на пытанні гомельчан откажа намесник старшини Гарвы-Канкама Сергей Яугенович Андреев. Нумер телефона 75-53-33. Стан работы по супрадзенній незаконному обороту наркотичных и психотропных речевов обмерковали сёння у прокуратуры Гомельской области. Специалисты означают стабілізацию ситуации у гэтай сферы. У значной ступени гэтому посприяла реалізація мер декрета президента номер 6. Однак пылные пытанні усе іще потребують більш сурьозной уваги. Тему протягне Максим Савін. Декрет президента номер 6 об неоткладных мерах по супрадзенній незаконному обороту наркотиків был приняты на проконце 2014 года. Документам зменшено узрост кримінальной отказности за злочинство, звязанное за распаусюджуванням наркотиков. Зараз гэта 14 годов. Узмоцнена отказность за подобные правопорушения. Зараз дилерам и гандлярам присуджаются от 8 до 10 годов позбавлення воли. Як выник, колька злочинства у гэтай сферы іде до зниження. До того, сьоліта правооховниками перакрыты три каналы поступлений наркотичних сродков у Республіку Беларусь з Російській Федерації. В текущем году ліквідіровано 11 інтернет-магазинов. Світі з цим сокращається, як я раніше говорил, количество синтетичних наркотиків на територію Гомельської області. Світі з цим сокращається і количество несовшеннолетних, повлечённых в незаконний оборот наркотиків. Своїй эффект дають розні профілактичні мероприємстві. Открытые, виязнія посадження судов по розгляду таких справ. У тим ліку в навучальних установах. Неповнолетнім наглядно демонструють, за чого може привести жадання заробіць лёгкі гроші. Введення в деці декрета президента номер 6 существенно ужасточилася практика назначення наказань за незаконний оборот наркотических с Ret В частности, прокуратура области было проведено обобщение практики назначения наказаний по данной категории дел. И как судебная статистика, сроки наказания за незаконный оборот наркотических средств, особенно за сбыт наркотических средств, существенно выросли. По выниках посаджения приняты широк расширения. Утымликуя проведение несуместных рейдов по сельской мясцовости, деля выявление места у заховывания наркотиков в пустых хатах. Евген Поболовец, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио, компания «Гомель». Сегодня у «Гомель» отбылась справоздачно-выборчая конференция областной организации Белорусского союза «Жанчин». Были подведены выники деятельности за опошню пятигодку и узнагороджены лепшие активистки региона. Словы «Падяки», «Веншаванник», «Ветки» и «Грамоты». Гоноровые узнагороды от керовництва в области Белорусского союза «Жанчин» и регионального отделения отрымали тех, кто у свою доброчинную работу укладывая не только часы силы, а и душу. Сегодня областная организация Белорусского союза «Жанчин» объедула больше, как 15 тысяч представниц прихожей половы человечества. И они принимают самые активные уделы в социально-значных акциях и проектах, накерованных на поддержку и оборону интересов жанчин, семьи и детинства. Сейчас и формы, и методы работы нашей женской организации изменились, и задачи мы решаем более актуальные, более значимые, важные для страны. И в целом, на эту пятилетку мы будем свою работу строить по принципу, как и вся страна, вместе за сильную Беларусь. А дурачистой частки у дельницы мероприемства перейшли до пленарной. Были огучены выники деяностей областной организации Белорусского союза «Жанчин» за пошнюю пятигодку и вызначены задачи на будущую. До того ж, подчас правоздачно-выборчей конференции были обраны делегаты, которые представят Гомельщину на аналогичном республиканском посаджении. До речи, оно будет особливо урочистым. Белорусский союз «Жанчин» все лет означает свою 25-летие. Сегодня православная царква вспоминает суды, что явила свету икона Казанской Божьей Матти. У Гомеля в этот день босская литургия в храме Архангела Михаила пройшла сурдаперокладом. Службы с перокладом на жестовую мову – крок до тех, кто жадает свядома быть ближай до Бога. От священнослужителям яны потребуют специальных навыков. Потребно уличывать психологичные особенности приходжан, володать специфичной мовой. Сегодня литургия пройшла с допомогой ведущих специалистов по жестовым перокладе на баженство с Беларуси и Украины. У Гомеля протягивается международный хокейный турнир сярод юниорских команд «Кубок дружбы». У этой хвилины на лед выходят команды Дании и Словакии. У 19.01 начнется супредстояние сборных Беларуси и Германии. У першого дня в день сегодняшние соперники беларусов проиграли команды Словакии. Причем в Словакии, соступающие 3-4, сравняли лик за некольки секунд до закончения основного часу матчу. У овертайме закинутых шайб глядачы не убачили. У серых булитов Словакии были мацнейшими. Затым на лед вышли сборные Беларуси и Дании. Первый период завершился на корысть беларусов 1-0. Оказалось, что это был только начаток. Дренную службу датчанам сослужили в удалении. У другой третий матч беларусские хоккеисты троечки наказали соперников за грубую гульню 4-0. Я думаю, что датчане захотят прибавить, но наша сборная выдержит. Надеюсь, 0 останется. Однако беларусы все-таки пропустили. Датчане однойче давяли свою атаку до голевого завершения. Правда, перед этим галкиперу Скандинаву пришлось еще раз капитулявать. Выниковый лик 5-1 на корысть беларуской команды. На этом выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин